Но симулянтами медиков не удивишь. А вот внутренний мир некоторых тюменцев поражает даже видавших виды хирургов. И речь не о душевных качествах. Врачи достают из своих пациентов батарейки, монеты и даже, внимание, кукольные головы. Одну из таких медицинских коллекций увидела Дарина Иранцева. Алюминиевые вилки, игрушечные солдатики, флешки и канцелярские кнопки. На самом деле эти предметы объединяет одно. Их все достали из желудков тюменцев. Теперь находки живут вот в этой пухлой папке. Стеклянные шарики для украшений, детали от машинок, батарейки, части флешки, украшения. Это коллекция врачей-эндоскопистов и пополняется она чуть ли не каждый день. Самые частые экспонаты здесь – монеты и батарейки. Впрочем, иногда из бронхов и желудка достают такое, что удивляет даже медиков. Как-то из пищевода вытащили сердце, правда пластмассовое, а в желудке обнаружили голову. Одно из самых удивительных инородных тел – это голова маленькой куклы Пупсика, которую мы достали у девочки 14 лет. Ну, бывает, это довольно редко. Инородные тела случайны, когда попадают зубные коронки, стоматологические инструменты. Некоторые глотают предметы специально, обычно этим увлекаются заключенные. У них, кстати, самый богатый внутренний мир. Из желудков врачи достают ложки, зубные щетки и даже лезвие. А это отделение детской хирургии. Здесь своя коллекция. Вот игла извлечена. Это швейная игла. Вот батарейки. Очень опасные. Сталкивались тоже. Вот силиконовый шнурок, а это заколка. Все эти мелочи чуть не стоили жизни маленьким пациентам. Но чаще всего беду притягивают вот такие магниты. Дело всё в том, что ребёнок глотает магниты не сразу какой-то группой или какой-то фигурой. Ребёнок их проглатывает по одному. Магниты, поступая в уличный кишечный тракт по одному, постепенно продвигаются. Потом между собой склеиваются, примагничиваются. В ряде случаев собирая несколько петель кишок. В коллекции детских хирургов около двухсот предметов. Но врачи оставляют у себя далеко не всё. Например, проглоченные золотые украшения тюменцы обычно просят вернуть. Редактор субтитров А.Сёмкин